Люди, которых не волнует жизнь животных, стали менее жестоки. Больше они не топят котят и щенят в воде, а оставляют их у приютов для животных и просто уходят, но при этом не звонят в дверной звонок. Они стараются скрыть свою личность так, словно принесли в Подоле в 19 веке. Однако есть один плюс в этой ситуации, животные не умирают в таких количествах, как раньше. Вот и волонтеры одного приюта обнаружили на своем пороге такой подарок – пластиковый мешок из-под сахара, который шевелился. Постоянные жители приюта обнюхивали мешок с удивлением на мордах, а волонтеры торопились его развязать. Когда они это сделали, то из мешка выбралось пятеро щенков и тут же разбежалось по двору. Рыженькому дали имя Ной, и он нашел свой дом самым первым. Его братик тоже долго не оставался в приюте, у него теперь любящие хозяева любят лежать на подоконнике, ожидая своих хозяев с работы. А вот троим сестренкам не так повезло, они еще успели пожить в приюте довольно долго. Первой забрали самую ласковую и нежную щенулю в семью, где много детей, частный дом с большим участком. Она тоже любит лежать на подоконнике, как и ее братик. Второй забрали щенка, которая любит находиться в компании, но при этом очень послушная. Ее забрала семья с маленьким ребенком, для которого она тут же стала нежной нянькой. А самая маленькая из пятерых досталась двум сестричкам. Они обожают свою собачку и даже берут ее с собой в поездки. Она очень любит огурцы, что сначала удивило сестер. Так что найти дом можно для каждого животного, только люди, которые выбросили щенков, этого не понимают. Хотя бы попытались их пристроить, а не избавлялись таким способом. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok